здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор дело в том что уже несколько дней назад на канале мадонна мур вышло интервью с дани милохиным и я не понимаю почему вы все молчите неужели вам никому не дали таких рекомендаций посмотреть это интервью либо вам это не совсем понравилось а зря потому что там было о чем поговорить и мы сейчас это с вами сделаем значит и давайте я не буду сильно затягивать начало и включаю первый фрагмент посмотрим его сигналы тела привычные непривычные но вообще посмотрим на нашего сегодняшнего гостя и так включаю первый фрагмент как ты думаешь почему что-то сделал но действительно такой вроде бы я не наблюдаю каких-то смотрите с одной стороны замешательства да он чувствует что что-то сделал закрывает ноги скрещивает до ноги сначала сводит потом скрещивает при этом паховую область держит открытой но это знаете люди которые умеют коммуницировать и стараются произвести впечатление уверенных в себе людей они ну вот умеют уже вот так вот таким образом выдерживать ну что нас называется натиск собеседника да и держать открытой паховую область то есть он еще не сильно волнуется есть повод для волнения что он нам показал ногами но это не такой большой повод как он считает и данном случае вот эти два жеста как бы противоречивые но они говорят о том что с одной стороны есть тема для небольшого волнения с другой стороны все под контролем а значит идем дальше видите вот ноги сводит сначала потом скрещивает но вот это говорит о волнении но при этом смотрите паховая область открыта демонстрация уверенности и говорит смотрите наклоняя голову к плечу как бы дает сигнал не знаю в то же время это такое небольшое склонение для того чтобы как-то показать что ну я не наглею до что я вот веду себя очень культурная готов поклониться перед вами да значит такое небольшое расшаркивание до неловкая улыбка открывает ладони то есть все-таки он старается понравится ну невероятных слов у тебя кроме одного факта который я скажу тоже мне кажется за что они все обозлились видите теперь поправляет одежду это у нас имиджевые вещи я красавчик я же хороший любите меня как ты думаешь что ты сделал что они так сильно изляться ну что сделал будет дальше понятно да то есть мы видим что и есть и волнение есть и другие сигналы тела но нам важно сейчас пронаблюдать за гостем вообще конечно у него что на уме то на языке на языке тела так тем более поэтому читать было его одно удовольствие давайте продолжим это удовольствие на следующем фрагменте конечно они могут цепляться за то что я пел гимн украины на стриме на самом видите а ну продемонстрировал вину продемонстрировал вину смотрите а дальше вот в конце этой фразы поджимает подбородок и выставляет лоб то есть да возможно я виноват но я не собираюсь за это ну по сути извиняться не на самом деле вот он как-то так очень красиво съехал с темы при этом не помню извинился ли он но вот этот жест говорит о том что он до сих пор при этом же мнении и но как бы не считает себя виноватым но проговаривает какие-то вещи для какой-то определенной аудитории потому что но вот вот это вот сигнал того что ну во первых я прячу эмоции до подбородок поджал во вторых я буду стоять на своем даже если я внешне соглашаюсь все равно я упрямо стою на своем это саботирующая позиция деле тоже понимаешь что это штука которую тебе не могут простить согласен эту эту это звучало ну так себе на самом деле на что можно довольно таки обижаться вообще жалеешь о том что сделал вот это тем самым настроив я я понимаю твой порыв просто поддержать друга который рядом потому что на украине это вообще жалеешь потому что обернулась таким скандалом что тебя не рада видеть россии если бы можно было бы не делать смотрите как интересно вот сейчас он делает имиджевые вещи что как раз вот про сигнализировал нам язык тела он начал поправлять свою футболку а значит и вот то что он сейчас говорит он говорит именно для той аудитории которая сейчас он хочет понравиться да но послушайте дальше вот говорит и не смотрит на собеседницу да то есть по сути он не согласен с тем что сейчас говорит и поэтому зрительный контакт убрал имиджевые вещи вот по правил то есть для имиджа я скажу но это не значит что я так считаю как бы говорит его тело и вы наверное не делал да не делал и киво потому что и кивок при этом говорит о том что делал бы но вот вот такой упрямый мальчишка который ну вот его поймали зачем-то да он с одной стороны как бы отдает дань тем кто скажем требует от него повиновения да но при этом остается при своем мнении такой непослушный ребенок было бы все намного проще я бы приехал и не было бы таких проблем но же везде и кивок да не было быть этих проблем до были бы проблем лечь сожалеть очень сильно нет как будто бы нет такого у меня прям внутри ну то есть нет он совсем не раскаивается не жалеет и готов ими извиниться для имиджа но не более того идем дальше следующий фрагменты а по поводу поездки в россии тут мне показалось тоже очень интересные жесты с его стороны давайте пронаблюдаем что он говорит и что на самом деле думает ситуация которая была когда ты улетал в москву эти тормоза себе что-то сказали конечно они говорили дань ты делаешь глупость типа это сказал скорее всего ты делаешь да да все ребята на самом деле очень переживали они не знали я не знал никто не знал что будет со мной если я прилечу вот видите здесь идут манипуляции с указательным пальцем на лице у нас испуг удивление и указательный палец у нас олицетворяет руководство да и он сейчас говорит о том что я не знаю какое руководство было дано ну вот тем пограничникам которые меня принимали да я не знаю вообще какие правила но я поехал на свой страх и рек риской при этом он как раз теребит указательный палец то есть иллюстрирует то что на самом деле думает но это немножечко глубже да получается тело тело нам сигнализирует так что я не поняла куда мы перешли на так 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 это 3 извините сейчас еще раз мы посмотрим этот фрагмент потому что я нечаянно перелеснула ситуация которая была когда ты улетал в москву эти тормоза себе что-то сказали конечно они говорили дань ты делаешь глупость типа это сказал скорее всего ты делаешь да да все ребята на самом деле очень переживали они не знали я не знал никто не знал что будет со мной если я прилечу вот видите вот они манипуляции с указательным пальцем и речь как раз об этом никто не знал какое руководство вообще прислана по поводу меня да ну какие правила поэтому но все оказалось вполне себе нормально когда это случилось когда значит вот смотрите испуг руки вверх ногу задвигает 2 ногой притопывает и это говорит о стрессе но где новость о том что я очень хотел я хотел начать снимать youtube я и начал снимать его немножечко но я не делаю ролики часто потому что в дубае ты его не сделаешь в россии я могу спокойно видите ситуация как вот там был палец не только указательный но и сатурна палец сатурна это вот как раз тоже смотрите указательный это указающий перст это правило которые там руководство которое есть а палец сатурна это правило это дисциплина и когда он говорит о съемках в дубае там надо узнавать все законы до правила и для того чтобы снимать ну все это согласовывать и вот это вот как раз эти два пальца и олицетворяют что все должно быть по порядку и он как раз вот и говоря об этом он иллюстрирует нам этими пальцами то есть все пока сходится а что думает то и говорит на следующий фрагмент так теперь да вот еще по пальцу сатурна сейчас мы посмотрим я не после этого ребята а насколько ты едешь я говорю что я не знаю потому что вот смотрите пальчик сатурна тоже неизвестно ведь сколько времени нужно чтобы изменить но речь шла о планах планы это как раз и есть но правило планы правила структура да это как раз и есть вотчина структур сатурна и здесь он как раз сатурн и ну как бы уточняет у сатурна говорит а сам трогает палец сатурна для того чтобы уточнить информацию насколько я еду и все такое то есть ну прям четко иллюстрирует то что проговариваю что-то вот так получилось что-то изменить видите опять палец сатурна выгибает но он правда час июля как мы сообщаетесь ну из-за того что я уехал на самом деле сложно ведь плюс там у нее еще котик у нее там круче и и погиб то есть опять палец сатурна говорит о том что в общем то все что происходит как-то очень сложно какие-то вмешиваются правила какие-то вмешиваются обстоятельства до которые мешают нам быть вместе но вот примерно так и иллюстрирует это все пальцем сатурна а дальше следующий фрагмент теперь вот что касается его отношения к семье вот мне показалось это интересно потому что к каждым членам семьи у него разное отношение и мы сейчас с вами уточним как он относится к своей там приемной семье сначала давайте посмотрим но мне не хочется чтобы я на них жаловался что я не делаю это в ответ никакой обиды нет смотрите качает нет но в итоге склоняет голову когда то есть это тут такой знаете странный сигнал но идем дальше там он прям четко покажет свое отношение чуть дальше честно у меня все хорошо я живу свою жизнь они живут свою жизнь иногда смотрите сначала локтем отталкивает а потом вот это все что оттолкнул еще больше отталкивает и перемещает семью в это место то есть помогаю что-то там когда у меня есть деньги типа ну то есть держитесь от меня подальше мы с вами вообще как-то вот чем дальше вы будете тем лучше это будет для меня вот что говорит его тело а дальше теперь по отношению к брату как он от но и как он относится к своему брату родному который тоже там его сначала не понимал не принимал а потом сейчас пытается с ним дружить давайте смотреть с родным братом который пытался тоже когда ты стал знаменитым твой родной брат тоже сказал что я брат милохин и тоже буду знаменитым видите презрение челюсть держит высоко я красавчик он ниже поджимает подбородок прикрывает верхние веки кстати этот жест мы с вами давно не изучили не встречали когда человек чувствует свою прям заслуженность такую у него как бы становится такой усталый взгляд от того что я такой успешный а вы все не достойны моего внимания и вот верхняя века бывает так что вот прикрывается немножко для того чтобы степень своих заслуг немножечко преувеличить и показать какой я великий вот в данном случае вот это вот он нам и демонстрирует то есть в отношении с братом я великий он никакой и вот примерно такое отношение но давайте дальше смотреть да вот держит держит лицо но на самом деле уже сразу видно что он скажет и что он скажет прям полностью будет соответствовать сейчас ну у меня есть его контакт он мне пишет я периодически я но ему отвечаю но не это не такого что я сам иногда хочу ему ответить короче нас был недавно такой диалог с ним в телеграме он меня спросил почему ты меня не игнорируешь почему ты не отвечаешь мне а мы с ним в детстве и вообще типа не общались такие были моменты что он следился что я его брат немного перед своими как будто бы а сейчас он резко говорит что брат навсегда вот я с тобой я ему говорю бро ты мне брат покрови но ты мне не друг поэтому мне сложно делиться с тобой чем-то новым или делиться тем что меня беспокоит потому что ты мне даже если поможешь но если будешь помогать мне легче не станет но видели до ноги задвигает и ноздрю закрывает то есть тоже старается держаться подальше но самое главное по сравнению с братом он считает себя красавчиком а брата намного ниже себя адам а дальше следующий фрагмент хотя в общем то я не хочу сказать что он там злой или какой-то чванливый нет просто вот его отношения любого человека отношения к другому человеку читается по его сигналом тело понимаете и неважно он может даже и не злиться на человека может не относиться к нему плохо но все равно внутри нас встроен какой-то барометр до которым мы определяем степень близости окружающих к нам и сигналами тела мы это регулируем мы даже не говорим мы даже не понимаем почему нам хочется общаться с одним человеком а с другим не хочется это вот все внутри нас заложено да это интуитивно мы таким образом людей определяем на но определенное расстояние да и соответственно но как бы это мы демонстрируем демонстрируем в виде жестов при этом сами даже часто не замечая я даже вот я занимаюсь этим и я часто за собой наблюдаю вот ловлю случайно какой-то жест и удивляюсь откуда он взялся а потом когда анализирую а ведь на самом деле я к этому человеку так и отношусь какой жест я поймала понимаете это это поразительно насколько мы не осознаем того как на самом деле мы относимся к людям это глубоко в бессознательном и вот это вот помогает нам читать сигналы тела и даже себя познавать понимаете это очень интересная вещь но и в данном случае мы сейчас увидели что как бы на разные отношения до теперь отношение его к матери давайте посмотрим тоже мне показалось довольно интересно потому что тут тоже другое отношение нежели к первым двум да мы посмотрели семью мы посмотрели брата приемную семью потом брат родной и родная мать на какое отношение кровную который тебя оставил в детдоме потом она значит на шоу слезно говорил о том что она готовства общаться там жалеет и так далее поддерживать его отношения я смогу ты связь ни разу не общался ни разу не виделся с ней смотрите как рукой как бы стряхивает отвращение презрение при этом нет сравнения как с братом просто отвращение просто презрение понимаете вот с братом он еще соревнуется он еще его считает но более-менее соперником да с ним надо взять реванш а с матерью даже реванш не хочет брать он просто считает ее вот как-то вот держись подальше и все но и дальше он нам раскроет это все ну вот объяснит эти жесты да хотя он сам это не отслеживает но жесты эти непростые да не спроста они сразу нам показывают обратите внимание он нам объяснит чуть дальше но вот уже по этим жестам в начале фразы мы уже понимаем его отношения вот зачем надо учить язык тела в очередной раз делаю такую небольшую рекламу своей деятельности да но она не выходил на связь она пыталась выходить на связь на я сказал ярославу андрееву что бро не допускаю и пожалуйста не хочу видеть эти слезы от незнакомого человека типа смотрите вот укрупнена ладонями вниз отталкивает выставляет лоб злость отвращение то есть он действительно не хочет с ней общаться и в общем-то здесь я не давайте я не буду здесь давать оценку вы сами лучше в комментариях будто бы реально не нужны вот эти вот извинения просто представьте к вам подходит незнакомый человек на улице говорит я твоя мать вот документы прости меня пожалуйста если такой то я не обижался вроде типа нереально без разницы видели отвращение вот одной вот вот это вот приподнимает вот эту часть это губ вот вот это как раз и есть отвращение вот он даже застыл с этой эмоции отвращения надо так что разное отношение к каждым членам семьи но вот такое какое есть да а теперь меня очень заинтересовала естественно любовная тема в данной истории я решила заглянуть что же там на самом деле скрыто буквально в двух словах я вам скажу я нашла причину почему вот так его тянет к этой а юли гаврилиной да или до гаврилина юля я прошу прощения я совсем не в теме этих молодых тик токеров ютуберов и вообще я наверное такая старпёрка которая вот знаете да да не милохина еще как-то слышала да ну вот других девочек нет хотя женю медведеву я здесь тоже буду рассматривать конечно же я ее слышала я ее разбирала у меня на канале это есть но вот юля я к сожалению вообще не знакома с ее творчеством но а я нашла ее дату рождения и посмотрела их совместимости действительно знаете ну вот давайте послушаем сначала данью что он говорит об этом а а потом да вот здесь дания о ней говорит давайте посмотрим как же последний раз плакал позавчера почему ночью да это из-за из-за любви так ему неловко это говорить вообще мальчишкам это не очень удобно может быть да и он поджимает подбородок губы челюсть высоко печаль девушка за катал челюсть высоко держит чисто просто держит марку конечно же там печаль и грусть и все вот действительно но держит марку и он человек который умеет себя вести перед камерой и он ведет себя соответственно перед камерой давай торты плакал и переживаешь до сих пор это юля гаврилина да это юля гаврилина сложновато блин с отношениями как будто бы я думал что все я подрос изменился чуть-чуть на тоже но нифига на самом деле как будто бы все так же осталось и и нужно много много работать чтобы устаканить все все отношения но вы вместе или не как можно сказать как будто бы сейчас нет я как будто бы в надежде что я все еще исправлю что-то как будто не найдешь собра да то есть они не в надежде а я уверен что я добьюсь но мне нужно приехать в москву почему я почему я и захотел приехать москву я готов меняться что я это это лишь ошибка что это типа это единственный раз такой больше не будет ну мизулина вынудила меня выехать из саны вот так то есть мизулина просто мешает нашей любви мне на красивая концовочка конечно да а юмор это хорошо и ну отчасти это юмор отчасти это и правда в общем-то да так то тонко под подколол называется да если не сказать грубее но каждый понимает меру своей распущенности да да но мы видим с какой болью он говорит об этих отношениях и как он действительно влюблен в эту девушку да вот и судя по тому как он ну вот прям чувствуется что есть чувство что он его тянет к ней да а давайте посмотрим ну вот его космограмма здесь как бы ну я не хочу слишком долго рассказывать вот ее космограмма и при наложении посмотрите какая красота синастрия этих людей это просто потрясающе единственное что не смотрите вот на эти соединения плутона и урана а потому что они почти одногодки а эти планеты двигаются очень медленно поэтому у всех одногодок будут вот эти планеты в соединении да и еще этот нептун будет в соединении но здесь он каким-то образом немножко отошел но у них почти год разницы поэтому это нормальная картина поэтому соединение мы здесь не не будем считать но даже без соединений посмотрите сколько у них совместных вот этих зеленых линий это у нас три гонщики а три гонщики это самые лучшие вообще спутники отношений и знаете для страсти очень хорошо когда есть хотя бы один квадрат и здесь действительно есть один квадрат поэтому это идеальная пара но если посмотреть вот повнимательнее на каждый вот этот три гонщик смотрите вот это вот например на солнце он нет подождите где его солнышко так она внутри он снаружи вот его солнышко до его солнышко так а ее венера нет что-то другое здесь у нас так и и венера его солнышко где в общем давайте я лучше перечислю потому что тут просто смещены вот эти вот планеты и их сложно сейчас найти они не подсвечиваются в программе когда я нажимаю там подсвечивается и понятно какие планеты с кем соединены в общем смотрите его его солнце с ее венерой это любовь любовная на понимаете это самое лучшее сочетание для того чтобы была любовь у людей да дальше три гон он венера она лилит значит получается ну вот по двум венером они соединены она к нему на на его солнышко то есть на его эго а он к ней на ее лилит на ее темную сторону и вообще это признак того что пост по прошлой жизни они были как-то связаны и в этой жизни они пришли для того чтобы друг друга друг другу отдать долг и в данном случае получается так как ее лилит значит он ей задолжал вот вот это соединение лилит с венерой да а вот нашла наконец-то вот это солнышко с венерой вот вот эти 2 соединения мы только что рассмотрели я что-то примут запуталась вот это солнышко вот она вот здесь как раз и вот сюда к венере проходит поэтому обе венеры получается за цикле ну закон тачились на планеты или на фиктивные точки друг друга это уже показатель это уже признак того что люди встретятся и влюбятся это прям показатель показатель на дальше тригон он нептун она сатурн а значит он нептун она сатурн так это наверное вот это вот да значит получается ее сатурн она направляет он рождает идеи то есть они вот как творческая единица могут быть да на потому что его нептун это его творческие идеи она так более менее структурирована его идеи может преподносить да и вот в этом тандеме они могут нормально ну быть такой новой творческой единицей даже до тригон он сатурн теперь смотрите получается по обеим сатурном и по обеим венером вернее по обоим сатурном и по обеим венером у них назначить его сатурн на ее уран теперь уже значит его структура до ее оригинальные идеи то есть они с двух но получается что вот если они объединятся для какого-то творческого дела это будет просто вау это наложится на их романтическую увлеченность и плюс еще вот эти вот гениальные какие-то идеи от урана от нептуна то есть вот это все можно очень хорошо грамотно упаковать да и они друг другу в этом помогают понимаете меняясь ролями 100 сначала один структурирует то потом другой то есть тут вообще такое равноправие такая идиллия я просто смотрю на это и в восторге насколько у них классно все да ну вот единственное что портит вот эту красоту квадраты ее к меркурий вот он ее меркурий к его лилит то есть получается по лилит они оба зацеплены да значит вот в этом случае по тригона в этом случае по квадрату но не важно как вообще лилит зацеплен но это значит что в прошлой жизни они встречались в прошлой жизни они остались друг другу должны и в этой жизни им просто суждено отработать то что они друг другу задолжали если глубже это интересно то в это все можно вникнуть особенно если есть время рождения и место рождения вот это что касается вас дата приходите на консультацию мы с вами разберемся какие вы отрабатываете задачи друг перед другом но вот когда вот такое соединение поле лит причем обоюдно это значит что встретились люди не случайно совершенно не случайно и ну вот нужно пройти через какие-то сложности для того чтобы быть вместе да но в любом случае вот это синастрия просто блестяще но знаете был задан вопрос еще и про женю медведеву да и мы помним что мы когда смотрели на эту пару мы умилялись тому как они друг другу подходят и в общем то отчасти мы были правы тоже ведь просто мы на тот момент не учли что он уже был знаком с юлей да и они просто на какое-то время расстались а если бы не было на горизонте юли то в принципе уже не иуда не могли бы быть отношения ну давайте сейчас посмотрим во первых что он на ней сказал а потом посмотрим их совместимость скажи пожалуйста жене очень шиперили насколько реально было такое вот такая поначалу было что-то на самом деле типа прикольная приятная внешностью девушка красиво катались на коньках я смотрел я посмотрел все выступления почти и с каждым выступлением я все больше удивлялся какая она прямо женственная такая вот мы познакомились все продолжалось все продолжалось также все было хорошо нам не нравилось но какой-то момент переломилась эта тема и как будто бы мы стали просто ну с моей стороны мы стали просто сниматься вместе вот так типа тренироваться мы стали хорошими друзьями у нас было много общих там приколов типа но прям любви любви как будто бы вот когда ты ее рассматривала с точки зрения как просто девушку ты был это время в отношениях с юлей нет я перед этим шоу перед шоу ленирового периода мы уже с ней начали чуть-чуть контрить то есть ну то есть они начали ссориться с юлей он пошел на шоу там встретил женю вроде как увлекся а потом ну все равно посмотрите разницу синастрий вот пожалуйста это женей да конечно тоже есть вот как раз вот как он и сказал сначала она мне понравилось а потом все таки нет но и мы видим что да здесь тоже есть синастрия здесь тоже есть что скажем так для искры да вот есть моменты это же смотрите по венере по ее венере идет у нас соединение с его сатурном до на тригон венера сатурн это дружба симпатия это но то есть люди увидели друг друга и в общем то со стороны венеры может быть даже больше привязанность потому что она более мягкая сатурн он жесткий структурированный и получается вот здесь у нас ну произошла симпатия да потом секстиль ее сатурн его лилит так его лилит подождите он снаружи да вот вот это вот ее сатурн смотрите получается по сатурном они оба зацеплены его сатурны йод сатурн участвуют вот как раз в соединениях до соответственно получается что это долг это структура это то что я должен делать да и получается с ее стороны сатурн а с его стороны лилит значит в прошлой жизни она ему что-то задолжала вот такая история поэтому в этой жизни велика вероятность того что все таки ей разобьет сердце в большей степени потому что но как правило приходят задолгом да вот такие партнеры которые по лилит и ну как правило как раз и разбивают сердце обладателю лилит для начала а там уже как пойдет в общем отработки за прошлые грехи да ну вот так вот получается но с одной стороны в общем-то лилит может какое-то время а подождите так это у нас жизнь наоборот наоборот обладатель лилит он выигрыш и потому что он пришел за долгом я прошу прощения я тут немножко перепутала он приходит за долгом а тот с какой планетой он зацеплен тот отдает долг и поэтому в этой ситуации оказалось что женя немножко как у разбитого корыта осталось да ее как бы бросили я думаю что эмоционально ей тоже довольно тяжело это было переживать потому что все таки зацепка полилит да и для нее конечно сатурн это очень важно как для спортсменки да если ты что-то пообещал ты должен это выполнять но видите ну если есть какие какой-то долг то спортсмены они прям по долгам они очень хорошо отрабатывают но другой вопрос когда это касается другого человека да и вот здесь получается что она ответственно подходит да а он получается пришел для того чтобы забрать свой долг ада значит и секстиль и и юпитер и его узел то есть она своим везением своими успехами в социуме продвигает его предназначение но смотрите с ее предназначением получается что ну не очень хорошо он поступает с ней тут тоже зацепка смотрите по предназначением с ее стороны она весь свой успех все что она наработала она как бы отдает ему а с его стороны получается что оппозиция ее предназначение а ее узел до на его нептун у него реальность если по нептуну то это знаете иллюзии это сказки какие-то это его представление о жизни здесь сталкиваются его представления о жизни которые но в общем то мы видим что недостаточно зрелые во многих вещах и особенно вот в отношениях да он он сам не понимает даже что сказать да на так вот его взгляд на отношения предположим или на деятельность он отличается от ее и здесь получается они встают в противовес ее предназначение а его взгляды на жизнь здесь либо ты будешь выигрыши либо ты то есть тут победителей не будет когда эта оппозиция это как одеяло которое перетягивают на одну на другую сторону здесь кто-то выигрывает и в данном случае получается что его вот этот вот его выходка она очень сильно подорвала авторитет жени тоже ведь получается не просто он уехал он оставил ее без пары он оставил ее вообще брошенкой по большому счету да многие из зрителей действительно смотрели на них как на пару да и поэтому конечно же она пережила большое потрясение да и здесь получается что его нептун а нептун он всегда живет в иллюзиях он всегда в какой-то выдуманной реальности для него может быть это и ничего страшного до что он сделал а для нее это просто почва из-под ног ушла и вот в на этой почве получается они и разошлись да и в общем то смотрите получается по натальной карте их причина причина ухода причина разрыва она прям четенько ну нарисована я так считаю что ну как бы тут его иллюзии да тут ее предназначение и вот поэтому прошлась получается судьба да но судьба там его какие-то выходки но уже не важно что прошлось важно что вот оно но все предначертано все предсказуемо почему люди сходятся расходятся что их друг в друге привлекает это все можно увидеть даже как по космограмме не только по натальной карте поэтому если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста обращайтесь ко мне значит пишите мне лучше всего на почту светлана тире тире 2009 собака mail ru на под видео я сделаю ссылочку если у вас есть какие-то вопросы по взаимоотношениям с теми с кем вы общаетесь какие-то еще вопросы обращайтесь пожалуйста все разрулим все посмотрим все по натальной карте можно видеть особенно если бы здесь было было время рождения и место рождения всех участников я бы вам тут столько всего рассказала но на консультациях я как раз и рассказываю много удивительных вещей которые люди не ожидают увидеть это все что называется в своей программе жизни да ладно слишком я увлеклась в общем ваше мнение по поводу его интервью по поводу моего разбора пожалуйста пишите в комментариях не забывайте поставить лайк этому видео или дизлайк как посчитаете нужно не забывайте подписаться на мой канал если вы случайно зашли и вам понравилось чтоб меня не потерять обязательно будьте подписаны да я с вами прощаюсь до новых встреч люблю вас всех очень сильно пока пока